Итак, вот наши коконы африканской бронзовки. Шесть штучек. Вот здесь, в другом контейнере, земля с листьями. Я только-только её увлажнила, поэтому вот такая вот небольшая испаринка на контейнере образовалась. Там у меня сидит личинка бронзовки. И одна, которая до сих пор не окуклилась, самая последняя. Она у нас будет окукливаться. Всего их было семь штучек. То есть, соответственно, здесь одна личинка, которую мы ещё ждём, когда она окуклится. И вот шесть готовых куколок. Вот эти две, которые поменьше лежат здесь, они окуклились первыми. То есть, вот эта вот была самая первая. Потом за ней вот эта вот маленькая. Потом вот эта, перевязанная нитками. Нитками она перевязана потому, что личинка прикрепила кокон к краю пластикового контейнера. И когда я вытряхивала грунт, немножко там прям такая миллиметровая дырочка образовалась в коконе. И я её как бы закрыла мульчой. И примотала эту мульчу ниткой пока что временно. Потом, ну как уже время будет подходить к вылуплению, я просто это всё сниму. Размотаю этот кокон. И вот эти вот три уже нормальных таких крупных кокона, это я достала сегодня из грунта. Это вот последние коконы. Эти коконы уже хорошо питались, которые... Ну, в общем, они самые свежие и самые крупные. Вот сейчас покажу размер. Вот это те, которые я сегодня нашла. И вот кокон, который поменьше, это тот, который самый первый сделал себе кокон, жук. Так что вот размер видно, что вот эти два намного меньше. Я думаю, это из-за того, что жуки как бы плохо питались там, ну, в магазине, я не знаю, или где там. Вот. Ко мне они приехали буквально там с парой листиков в контейнере. Так что они там не жировали. А вот эти вот четверо отъелись нормально на листиках. Я их хорошо откормила. И поэтому коконы, соответственно, в два раза больше, чем вот этот. Вот. Эти коконы, которые вот сейчас лежат большие, их мы будем смотреть где-то через месяц. Пока я просто буду поддерживать влажность. Может быть, земле их присыплю слегка. А вот этот самый первый, он уже больше месяца в таком состоянии. Я хочу сейчас его вскрыть и посмотреть, что там с жуком вообще получился ли он. Потому что он там погиб или его съели. Посмотрим. В общем, мы решили вскрыть вот этот вот самый маленький кокон, который получился у нас самым первым. Я его нашла примерно 20 декабря. То есть, ну, сделан он был, конечно, чуть раньше. Раз я его нашла уже готовым 20. Сейчас 20 января. То есть, прошло уже больше месяца. Он какой-то подозрительно маленький в сравнении вот с этими вот остальными. Вскроем. Посмотрим, что там. Я, конечно, думаю, что там либо жук не получился, либо он не выжил, либо, ну, не знаю, короче. Мне не кажется, что он живой, что все с ним хорошо, потому что он как-то подозрительно маленький кокон. И долго очень лежит и ничего не подает признаков жизни. Посмотрим. Страшно, конечно. Слушай, он там жесткий. Вот тут вот начинается что-то жесткое. У тебя волосинки, вот когда снимают, там прям твердые. Как ломать-то, я боюсь, чтобы жука не заткнула. Проткнула. Леш, я боюсь. Давай разговариваем. Я боюсь, а вдруг я жука задену. Да, аккуратно. Я, короче, испугалась. Я потрогала пинцетом жука, и он перевернулся от меня, уполз в сторону. Блин, страшно вообще. Вон он. Вон он. Вон там жук, прикиньте. Там, блин, жук. Вообще, я даже не надеялась, что у нас получится. Я ему, надеюсь, не оторвала ничего пинцетом. За какое-то место я его щипнула, и он брыкнул меня. Магия природы. Угу. Смотри, как он. Мамочки, какой он большой. Такой он такой маленький. Да, мазглая. Что-то у него там прилипло или что-то. Да, это его, это, ну, оболочка внутренняя кокона. Какой красивый. Обалдеть, это африканская бронзовка. Для кого-то ничего особенного, но это наш первый жук. Тем более, которого мы с личинки вырастили. Он у нас окуклился. Поздравляю, теперь ты мама. Да. Класс, наш первый жук. Это его кокон. Там вот внутри. Он еще стенки своими какашками, по-моему, смазывает, чтобы они были такие гладенькие. Кокон, кстати... Там есть чем заняться все это время. Да. Кокон, кстати, прочный такой. Вот именно вот эта внутренняя часть. Прям очень крепкая. За какое место я его схватила? Я ему, интересно, не повредила? Ничего? Думаю. Ну, он меня прям легнул сразу ногами. Мягенький. Он еще в шоке. Его открыли раньше срока. Ну, он... Я читала, что даже когда уже вот такой вот готовый, он еще какое-то время находится в коконе. Там думает о жизни. Хочет он выходить в этот мир или нет. Собирается с силами. Ну, мы ему просто помогли быстрее определиться. Быстрее принять решение, да. В общем, вот. Следующий у нас будет вот этот вот тоже маленький кокон. Он окуклился после вот этого. Где-то через недельку мы его будем вскрывать. Сейчас пока еще, я думаю, рановато. Так что следите за новостями на канале. Да, подписывайтесь. Не узнаете первыми. Подписывайтесь. Здесь у нас еще очень много всякой живности интересной. Мучные черви, тараканы, мадагаскарские, туркменские и жучки. И теперь еще у нас одно... Как мы его назовем? А? Как мы его назовем? Не знаю. Гагарин. Мы же с тобой, помнишь, запускали первую личинку бронзовки в грунт и сказали, что кто первый, тот гагарин. Значит, он гагарин. Раз он первый, значит, он гагарин. Вот. В общем, всем привет от гагарина. Сейчас мы его посадим в контейнер и будем кормить бананами. Гагарин. 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 Гагарин.